Мы подвергли бомбардировки города Житомир, Киев, Севастополь, Ауна и другие. Самая кровопролитная война в истории пришла на Донскую землю осенью. Урок мужества для шестиклашек сегодня ведет ученик выпускного 11 класса Юрий Тасунян. 15 героев народного ополчения, 28 панфиловцев, Витя Черевичкин, оборона и первая оккупация Ростова. В рассказе школьника множество эпизодов Великой Отечественной из далекого 41-го. 8 дней – кровавая неделя. Не просто так назвали этот период, таким страшным словосочетанием. Это было связано с тем, что огромное количество карательных акций было проведено в нашем городе. Про это, безусловно, нельзя забывать. Конечно, очень грустные события. Очень жаль за кровавую неделю. Прям мурашки по коже, когда думаю об этом. Говорят о первом освобождении, как решали отступить в немецком штабе и о том, какую переломную роль сыграла эта маленькая и временная победа для всей войны. Меня очень удивило, и я очень горда за это, что мой город, в котором я сейчас проживаю, стал первым, который отразил нападение фашистских захватчиков. Так как это была первая победа с 1939 года. Эта победа вдохновила многих бойцов. На этом уроке дети могли сравнить, как были обеспечены наши и вражеские солдаты. Все 50 военных раритетов, от советских листовок до немецкого мыла, сваренного в концлагерях, из личной коллекции 11-классника. Удивило, наверное, лезвие, которое сохранилось, но очень хорошо. Скорее всего, даже лучше, чем большинство экспонатов. Саша Даниленко с интересом, разглядывая немецкую походную печку, ловит каждое слово рассказчика, чтобы потом поделиться новыми знаниями, например, с нами. Сюда клали таблеточку специальную, ее поджигали, она горела и подогревали. Прекрасно понимаем, особенно взрослые, что историю пытаются переписать, пытаются сейчас в детские умы вложить какую-то удобную кому-то правду. Поэтому мы практикуем проведение вот таких исторических уроков. Пришли к выводу, что серьезнее, с большим любопытством, с большим интересом дети воспринимают подачу исторического материала из уст своих сверстников, из уст старшеклассников. Исторические уроки мужества на разные темы Юрий Тасунян проводит для лицеистов регулярно. Приглашают подростка и другие школы. Впереди 29 ноября, день первого освобождения Ростова и целый цикл встреч, начало которому положено сегодня. Алина Николаева, Юрий Лешко, Первый Ростовский.